Всем привет, с Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение первой части второй главы урока по RailClone. Ставим палец вверх, пишем комментарии и подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для канала. Не подведите и я начинаю. Продолжаем говорить о вкладке Style. Опция Copy Material позволяет копировать материал на все дочерние объекты. Раздел Geometry содержит набор общих параметров, которые влияют на сегменты и базовые объекты текущего стиля RailClone. То есть, которые Вы создаете в Style Editor. Эти параметры не зависят от используемого стиля и не затрагиваются, если он изменен или загружен новый. Global Scale влияет на общий масштаб стиля. Далее идет Curve Steps и Вы уже знаете, за что отвечает этот параметр. Опция Surface Interp позволяет улучшить деформацию при использовании поверхностей и очень больших сплайнов на ней. Это значение определяет расстояние между вершинами, созданными для анализа проекции сплайна на поверхность. Его уменьшение приводит к более точной деформации. По умолчанию, оно равно 5 сантиметрам. Опция Simple Y Offset Mode включает простой алгоритм настройки смещения объекта по оси Y. Смещение, которое Вы можете настроить в Style Editor. Если эта опция выключена, то используется сложный алгоритм вычисления путей для смещения по этой оси. Но в некоторых случаях, это может приводить к сильному падению FPS и не генерировать ожидаемый результат. Только включив данную опцию, Вы активируете альтернативный алгоритм, который решает эти проблемы и упрощает работу со смещением. Я однозначно рекомендую включать этот алгоритм во избежание многих проблем. И особенно, эта опция полезна при создании искаженной геометрии. Давайте я продемонстрирую работу с ней и без нее. Заходим в Style Editor и пробуем настроить смещение по Y. Как можете заметить, когда опция выключена во время смены значения параметра Y Offset, происходит сильное падение FPS и 3ds Max начинает зависать. Теперь, если включить символ Y Offset, FPS резко возрастает и работа становится более комфортной. Vertex Weld сшивает с вертекса, попадающей в радиус, который задается с помощью параметра Threshold. Эта опция работает намного быстрее, чем стандартный Weld в 3ds Max. Так как, анализ области сшивания производится только между соседними сегментами. Поэтому, в большинстве случаев, я рекомендую использовать именно ее. Если включить опцию Free Object, Relathlon будет игнорировать положение сплайна и в этом режиме, Вы можете свободно перемещать геометрию в сцене или создавать Instance объекты без необходимости клонирования основного пути. Но вся деформация применяется ко всей клонированной геометрии. Если Вы выключите Free Object, то положение основной геометрии и всех ее копий будет снова привязано к пути. И последняя опция в стилях Operate On. С помощью нее можно выбрать, с чем Вы хотите работать. С треугольниками или полигонами. Треугольники обычно используются в том случае, если Вы работаете с объектами после булевых операций. И на них появились артефакты. Во время использования полигонов. Ниже в вкладке стиля идет Base Objects. Сюда загружаются объекты, которые используются для генерации текущего стиля. Например, для одного генератора Linear 1s в Style Editor нужен один сплайн. А для генератора Array 2s нужно несколько сплайнов. И таким образом, все они будут помещены в вкладку Base Objects. Для удобного редактирования без посещения Style Editor. Например, если Вы пустите объект по круговому сплайну. То у Вас будет опция Full Lengths. Выключив которую, Вы сможете настроить стартовую точку и длину объекта. И получить полукруг или дугу. Естественно, это все можно анимировать и создать интересные Motion Design эффекты. Далее следует вкладка Parameters. И о ней мы поговорим в следующих уроках. И последняя вкладка RailClone объектов это Display. Опции в категории Viewport отвечают за визуальное отображение объекта. Mesh включает полное отображение всего стиля без оптимизации. Boxes отображает все стили в виде оптимизированных боксов. Адаптив полезен в том случае, если Вы работаете с небольшим сегментом геометрии для создания или редактирования стиля. Этот режим позволяет ограничить отображение геометрии до определенного количества faces, указанных в соответствующем поле. Если их больше, то каждый сегмент будет заменяться на простой Box или облако точек. Point Cloud включает облако точек, плотностью которого можно управлять с помощью Global Density и Local Density. Также Вы можете настроить Shading и использовать цвет объекта благодаря опциям, расположенным ниже. И конечно же, можно использовать ускорение Directrix. Но если у Вас возникает проблема с производительностью, то можете его выключить. Также, если Вы создаете какие-то сложные объекты в RailClone со сложным стилем и у Вас тормозит Viewport. Вы можете решить эту проблему, выключив опцию Auto возле кнопки Build. Теперь все изменения не будут видны в RealTime, но это значительно ускорит Viewport. Чтобы увидеть все внесенные изменения, нажимаем кнопку Build. А нижняя опция Disable Object позволяет полностью исключить данный объект из Viewport. Далее идут опции рендера. Вы можете рендерить RailClone объект как Mesh и это обычно настройка по умолчанию или в виде Box. Если включить нижнюю опцию Use Instancing Engine, RailClone использует все возможные средства визуализации для получения наилучших результатов для сложных сцен, стилей и так далее. Таким образом, автоматически создаются специальные инстансы или прокси в соответствии с потребностями сгенерированной геометрией. Рекомендуется не выключать эту опцию для оптимизации рендера и лучших результатов. Ниже, с помощью категории Limits, Вы можете ограничить количество сегментов и фейсов. В большинстве случаев опции по умолчанию достаточно. Но иногда RailClone сообщает о увеличении этих значений, чтобы все работало как нужно. Так что не стоит волноваться по этому поводу. При желании, Вы можете использовать Debug Mode и назначать специальный ID для инстансов. То есть на рендере они будут показываться визуально. Это все, что я хотел рассказать об опциях вкладки Display. Теперь давайте поговорим о библиотеке и некоторых нюансах ее использования. Чтобы открыть библиотеку, Вам достаточно выбрать RailClone объект после его создания и нажать на кнопку None в вкладке Style. Но прежде чем приступать к рассказу библиотеки, давайте я расскажу о простых шагах для создания RailClone объекта. Так как эта информация напрямую связана с библиотекой. По сути, создание RailClone объекта в сцене очень простое. Шаг 1. Создание любого сплайна и желательно это делать на виде сверху. Второй шаг. Создание RailClone объекта любым способом, о которых рассказывал в предыдущих уроках. Третий шаг. Загрузка пресета из библиотеки. Четвертый шаг. Назначение сплайна. И пятый шаг. Редактирование параметров в Style Editor или вкладке Parameters. Здесь. Теперь давайте я подробно расскажу о этих моментах. Как только Вы создали RailClone объект, Вы можете зайти в библиотеку и выбрать огромное количество пресетов для создания любых объектов. RailClone автоматически выбирает движок рендера, но при желании Вы можете его задать вручную с помощью опции Using в категории Materials. ETO Software рекомендует использовать автоматический селектор. Так как это самый лучший вариант для разных сценариев. Также в библиотеке можно выбрать вариант дубликации материала. Это три опции. Использование материала в сцене. Заменить из библиотеки или спросить пользователя. Навигация в библиотеке очень простая. Вы можете переключаться по папкам с помощью первых двух иконок. Или сразу же подняться на уровень выше с помощью третьей иконки. Также можно обновить превью. Изменить положение превью в библиотеке. Сверху вниз или снизу вверх. Поменять отображаемый язык. А также есть возможность изменить масштаб превью стилей, если Вам не нравится стандартный. И с помощью последней иконки поменять настройки библиотеки. В библиотеке очень много пресетов. И например, если Вы выберете какой-то молдинг и примените его к сплайну. То Вы получите готовую модель со своими настройками в Style Editor. Да, в параметрах сейчас ничего нет. Но Вы всегда можете зайти в Style Editor и что-то вынести в эту колонку. Об этом мы поговорим в других уроках. Но не все пресеты по умолчанию не имеют параметров. Например, если Вы выберете данный забор, то у него есть два параметра, которыми можно управлять. Кстати, если Вы заметили, во время изменения настроек, объект превратился в облако точек. Это происходит из-за того, что количество фейсов в модели превышает заданный лимит в дисплей. При желании, Вы можете поменять облако точек на боксы. Но на рендере все будет отображаться без оптимизации. Давайте проверим эту теорию. Выбираем стандартное солнце V-Ray и проверяем объект на рендере. Как видите, модель рендерится в том виде, в котором она была до оптимизации Viewport. Причем, если делать изменения в интерактивном режиме, Вы сразу же будете их видеть на рендере. И кстати, во время интерактивного рендера, во Viewport объект не будет отображаться. Кстати, в любой момент, Вы можете зайти в Style Editor и сделать экстракт любого объекта, участвующего в создании данного забора или другой модели. Для этого достаточно нажать на данную иконку. И благодаря этому, Вы получите возможность редактировать модель. Делать любые изменения для любого объекта, используемого для создания стиля в Railclone. Также, при желании, Вы можете выключить какой-то параметр или модель в Style Editor. Просто выбираем объект и кликаем на крест в правой верхней части ноды объекта. И конечно же, можно редактировать каждую ноду отдельно. Например, сместить данную перилу вверх. После того, как Вы разберетесь с концепцией работы стилей, Вы сможете заменять любые объекты в объекте Railclone. И таким образом, в уже готовом стиле, делать глобальное редактирование и получать разные интересные формы. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. В следующих уроках, уже приступим к практике и я буду рассказывать о создании разных массивов и научу Вас работать с редактором стилей. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok